Добрый вечер. Вы перевесите Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов продолжает поездки по республике. Сегодня состоялся рабочий выезд в Адыгехабльский район. Он провел прием граждан, посетил в районном центре спорткомплекса «Срука» и оценил строительство новой дамбы. Репортаж Альбины Ламковой. Капитальный ремонт дамбы на реке Малый Зеленчук в ауле Адыгехабль длиной 2 километра 400 метров начался в 2022 году. Строители провели работы по гидротехническому объекту досрочно. Теперь дамба будет служить гарантом от подтопления населения и позволит предотвратить ущерб от возможного паводка в размере 1 миллиарда рублей. В нашей республике несколько дней идут ливневые дожди, а где-то и с градом. На реках подъем уровня воды. Воды и хабли незначительны на полметра. Но даже при увеличении этой цифры население спокойно. Дамба укреплена. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Темрезов лично убедился в этом. Ранее в период дождей люди переживали за свои домовладения. Зона возможного потопления составляла более 50 гектаров. На ней расположены и объекты инфраструктуры населенного пункта. Ремонт реализован в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Рашид Темрезов на месте дал поручение сделать широкий тротуар для пешеходов и облагородить территорию. Затем делегация через парк направилась в сторону районной администрации. По пути глава Карачаева Черкесии осмотрел многофункциональный физкультурно- оздоровительный комплекс «Срука». В это время в спортивном зале шли тренировки. Борцы с удовольствием демонстрировали гостям умение выполнять приемы. Руслан Лахов и Ясин Казаков совсем юные, но спортом занимаются серьезно. В копилке с медалями есть призовые места. А что нужно для победы? Тренироваться, учить приемы. Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом мира. После на пути в администрацию, осмотрев территорию благоустроенного парка, делегация во главе с Рашидом Темрезовым направилась на встречу с населением. Вопросы от жителей района касались самых разных сфер. Решение некоторых из них возможно только совместно с властью. Чтобы дать ответы и оказать необходимую помощь и содействие, на место встречи пригласили руководителей ведомств. Я являюсь отличником учебы и воспитываюсь в многодетной семье. У меня, естественно, есть мечта поступить в медицинский институт и стать самодологом. И в период летних каникул хотелось бы как-нибудь укрепить свои знания в области химии и биологии. Можете обратиться и как раз программа химия-биология, это есть биотехнология, программа, начинает функционировать с 22 июня. Эльдар Карданов остался довольным ответом на обращение. Будет готовиться к отъезду на учебу в Центр дополнительного образования детей в Черкесске. Готов ты в Черкесске жить в это время. Там хороший кампус. Я там был несколько раз. Сколько разовое питание? Пятиразовое. Пятиразовое питание, хорошее столовое, спортом в свободное время можно позаниматься. Евгения Арзалиева – многодетная мама. У нее четверо детей, двое из которых инвалиды. Пришла на встречу с надеждой решить вопрос о повторной операции ее сыну. Диалог состоялся. Евгения довольна подходом к решению своей проблемы. В течение пяти дней даже сегодня уже будут решать мой вопрос. Первая операция пришла успешно. Хорошо и бегает, и все, там ручки. Но все равно еще видно, что ДЦП ребенок, когда смотришь. А сейчас чуть-чуть осложнения пошли после Нового года. И хочется, чтобы опять нормально сделали ребенку. Но сказали, что после этой операции ребенок будет нормально ходить, и осанка восстановится. Выслушали не только просьбы. Были предложения жителей района по благоустройству общественной территории. Также озвучили проблемы с газификацией спортивного зала в ауле Абазахабль. Работает он два года после реконструкции. Ранее в этом здании был клуб. Сейчас тренируются дети. Тренирует наших детей Ионов Рахим Абубикирович. Зал функционирует очень активно. Дети занимают призовые места не только в республике, но и выезжают за пределы республики. Это в Москву ездили. У нас дети заняли первые места. Глава обещал нам выполнить нашу просьбу в самые кратчайшие сроки. И не только с газификацией помочь, но и с косметическим ремонтом спортивного зала. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Адыгхабльский район. В рамках рабочей поездки в Адыгхабльский район руководитель региона Рашид Тимрезов провел двустороннюю встречу с главой администрации района Эдуардом Деревым. Обсудили вопросы социально-экономического развития Адыгхабльского района. Рашид Тимрезов отметил, что устойчивые позиции в экономике района занимают предприятия сельскохозяйственного сектора, занятые в сфере животноводства, садоводства и растеневодства. Остановились на планах на этот год в части решения проблемы строительства средней общеобразовательной школы в ауле Адыгхабль, которая завершится до конца 2024 года. Кроме того, будет возведена многофункциональная спортивная площадка в Акожиле и благоустроен парк в Апсуа. К 1 сентября завершится капитальный ремонт начальной школы в ауле Адыгхабль и в Старакувинске, и в Киево-Жураках. Также планируется строительство четырех фапов в Киево-Жураках, Грушке, Тапанте и Садово. Еще одна тема, которую обсудили – социальная догазификация. Меры поддержки из федерального и республиканского бюджетов позволят провести газ непосредственно к дому совершенно бесплатно, подчеркнул глава республики. МЧС России в течение суток проводила поисковую операцию по спасению туристов Карачаева-Черкесии. Накануне группа из четырех человек вышла на маршрут в горной местности Зеленчукского района. И с тех пор на связь они не выходили. Зарегистрированная тургруппа выдвинулась на маршрут еще в прошлый понедельник. Из поселка Архыс завершить поход они планировали 21 июня. Обращение о пропаже поступило от отца одной из участников туристической группы. Для поисков незамедлительно были направлены спасатели МЧС России. Поисково-спасательным подразделением обследовали долину реки Дубка, озера Самицветная, а также районы перевалов Аюлю и Оленей. С наступлением темноты спасатели были вынуждены приостановить поиски и сегодня утром они продолжились. Операция завершилась успешно. Туристов нашли в районе перевала Браконьеров в долине реки Большая Лоба. Их эвакуировали с помощью малой авиации. Пострадавших передали медикам. Угрозы жизни людей нет. МЧС России призывает быть бдительными во время походов. Любители активного отдыха в первую очередь должны зарегистрировать свой маршрут. Регистрация проводится в целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих возможностей оказания им в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза в отдельных районах Сильный с градом и Шквалом до 23 метров в секунду. Ветер восточный 5-10, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 19-24 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10, днем порывы до 11-14. Температура ночью 13-15, а днем 22-24 градусов тепла. В Архизе прошел бизнес-форум в формате лагеря для предпринимателей и юристов со всей страны. В формате неформального общения каждый участник мог познакомиться и пообщаться с экспертами федерального уровня. Все подробности у Марата Джанкезова. Каждый из участников форума стал частью трехдневного приключения. Это социально значимый проект, декларирующий развитие культурного отдыха в Карачаево-Черкесии, взаимовыгодные знакомства и сотрудничества. Организатором форума выступила практикующий московский IP-юрист Амина Тесиева, которая родом из Карачаева-Черкесии. Я со своим партнером Сабиной Самедовой решили сделать такой юридический форум, больше бизнес-форум в горах, в Архизе. И именно из-за того, что это моя республика, я захотела всех привезти, показать. Мы делаем такие юридические форумы в Москве. Это наше третье мероприятие. Но именно в Архизе это такое первое насыщенное мероприятие, именно бизнес-форум, где не только юристы, но еще и предприниматели, эксперты из разных областей. Это форум UPS, который мы организовали совместно с коллегами моими юристами. Это бизнес-форум. Он и для предпринимателей, и для бизнеса, и для юристов в том числе. Потому что мы хотели создать такую некую коллаборацию, нетворкинг на три дня. Поэтому сделали это в виде юридического кемпинга, юридического лагеря в Архизе, и где вот сейчас проходит второй день нашего форума. Ключевая тема форума – юридическая безопасность для бизнеса, которая актуальна каждому, кто ведет коммерческую деятельность в нашей стране. Еще одна тема – развитие культурного отдыха регионов России. Мероприятия с участием федеральных экспертов способствуют привлечению внимания и увеличению туристического потока. Это просто восторг, потому что, во-первых, собралась хорошая публика. Во-вторых, удалось пообщаться со многими коллегами, со многими предпринимателями, обзавестись знакомствами, получить какую-то новую информацию, что-то подчеркнуть для себя в своей дальнейшей деятельности. Поэтому я надеюсь, что в Карачаево-Черкесии этот форум будет не единственный раз, а будет как ежегодный. Много полезных контактов я получила, очень интересные были спикеры, темы, подчеркнула много нового. И, конечно, хочется, чтобы такие форумы процветали, тем более в таком прекрасном месте. Спасибо большое организаторам, которые сделали форум, привезли нас сюда и помогли с тем, чтобы мы наработали новые связи, которые могут нам дать новые возможности. Ну, самое важное, это, конечно, прокачать свои соцсети. Я как специалист в этой области, и, конечно, понимаю, что на сегодня лучшего инструмента для масштабирования и для увеличения узнаваемости своей и увеличения личностного бренда – это лучше, чем соцсеть. Сегодня быть ничего не может. И на сегодня у нас есть масса механизмов, нам просто научиться ими пользоваться. Ещё одна цель форума – финансовая поддержка благотворительных фондов. Организован сбор средств для помощи пожилым людям, детям и многодетным семьям. А в перерывах между мастер-классами и лекциями общение участников не прекращается. Виной тому то ли свежий горный воздух, то ли приятное окружение. А самая привлекательная частью форума стали прогулки и экскурсии по живописным местам Архиза. Мурат Женкёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. В минувшие выходные зрители и болельщики футбольного клуба «Нарт» стали свидетелем виртуозной игры победы над грозненским «Рамзаном». Таким образом, команда из Черкеска уже на третьем месте в турнирной таблице. Каким был поединок, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. Сразу хочется отметить преданность нартовских болельщиков. На третью домашнюю встречу люди стали собираться активно. Тут и спортсмены, и политики, и мамочки с совсем маленькими зрителями. И те, кто совсем не разбираются в футболе, но пришли поддержать родной клуб. И также творческая интеллигенция. Все они сошлись в едином мнении. Футбол нужен республике. Игра дарит незабываемые эмоции и впечатления. То, что сейчас происходит, это незабываемым днем. Эта дата останется в сердцах у всех болельщиков нашего республиканского футбола. Наш футбол давно уже не функционировал. А теперь вот первый матч, который произошел с дагестанской командой, с выигрышем нашего нарта. Второй, значит, команда Камардино-Балкарии тоже выиграли. Сейчас в Чеченской республике работают наши ребята. Прекрасный стадион. Я так думаю, что футбол в нашей республике, значит, достигнет каких-то успехов. Первый тайм вывелся очень динамичным. Наша команда чаще всего прессинговала и находилась у ворот соперника. И уже на восьмой минуте за срыв атаки нартовцы получают пенальти. Невозмутимо и хладнокровно забивает рамзановцам опытный Азамат Курачинов. Стадион ликует и ждет дальнейших голевых моментов. Ребята играют в пас, сообщая динамично. И на 30-й минуте матча свой второй гол забивает Азамат Курачинов. Таким счет остался до конца игры. В перерыве матча автор обоих голов поделился впечатлениями. Мы тяжелая игра, хороший соперник. Пока ведем в счете 2-0. Надо продолжать в том же духе. Вчисление хорошее. Но надо не останавливаться, забивать еще. Как поддержка зрителей? Отличная, очень хорошая поддержка. Ради них мы играем. Все это ради них. Спасибо им большое. Академия «Рамзан» – команда не из слабых. Но в сегодняшнем поединке ФК «Нарт» был лучше. Команды подарили зрителям зрелищный футбол. Уже завтра «Нарт» сыграет на выезде в республике Северной Осетии Аланья против Владикавказа. А 28 июня «Нарт» принимает у себя ФК «Ордон-2018» из Осетии. Просьба у клуба к болельщикам посещать домашние матчи. Вход на стадион по-прежнему бесплатный. Альбина Курочинова-Кенжио, Вести, Карачаева, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Операция престол». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин